здравствуйте друзья вчера я с датой ошибся конечно поправили сейчас 21 год в сентябре месяце я сказал 2011 в конце ну бывает я вчера посмотрел вечером рейтинг инк 500 это рейтинг самый быстрорастущий компании америки кстати опять ошибся инк 5000 не 500 от 5000 компаний и фактически все эти компании это все таки ну малый и и средний бизнес я не видел там каких-то apple или там нефтяных компаний это волмарта из-за компании которые начали можно сказать как стартап с нуля и потом быстро выросли то есть вот там главный показатель рейтинга это цифра роста и вот у меня бывшая сотрудница попала в этот рейтинг элеонора они с мужем открыли компанию и производят в китае детские товары там всякие фломастеры карандашики и продают на амазоне они попали в первую сотню это очень престижно очень круто то есть у них рост под порядка по моему четырех тысяч процентов выручки они выручку смотрят они смотрят не прибыли не смотрят выручку по жену стартапа может не быть прибыли до какое-то время и у них 4000 за три года но там есть в этом рейтинге компанию которых еще больше значительно больше и первое место в рейтинге занимает компания которая занимается трудоустройством агентство по трудоустройству human business human business называется человеческие пчелы наверное так можно перевести и почему я сейчас рассказываю что рынок труда в америке это и по всему миру интеллектуального труда просто настолько сильно растет и я сам убеждаюсь это каждый день что я не могу найти себе людей на работу мы уже предлагаем 5000 долларов зарплату нет людей просто нет и причем даже не то что в америке надо жить с любой страны мира да то есть если вы хороший продажник если у вас получится работать в маркетинге если вы специалист маркетинге приходите не хватает то есть наверное людей которые собирают картошку виноград траву стригут наверное таких конечно прой найти проще да вот а вот офисных сотрудников до либо сотрудникам лучше правильно сказать не офисы сейчас же и вне офиса многие работают сотрудников у компьютера и телефона найти намного сложнее и поэтому кадровые агентства и и существует и я вам скажу так что конечно в америке можно может платить кадровому агентству как соискательств ты ищешь работу по закону ты можешь когда агентство может себя взять день так и тот кто нанимает но как правило сейчас такая тенденция что соискатель уже не платит за поиск работы особенно если это вот что-то связано с айти с маркетингом с финансами куда она вообще просто очень сложно найти людей оплатит именно работодатель кадровому агентству и кадровое агентство ну здесь называется employment agency агентство рекру рекрутинг агентси как угодно ну все синонимы агентство кадровое агентство может брать с вас один месяц то есть вот вы работодатель и агентство скажет говорит сколько ты будешь платить в месяц этому человеку лишь пять тысяч долларов будет окей если тебе найду такого человека ты должен заплатить пять тысяч долларов причем стопроцентный аванс то есть ты ты должен заплатить пять тысяч долларов агентство дальше начинают тебе искать работников ну если допустим работник вышел на работу и потом вдруг там через неделю уволился там есть варианты замены какое-то какие-то агентство не дают даже замену то есть это зависит уже от от агентства договоренности то есть уволился твои проблемы какой-то риск да предпринимательство всегда риск вот я конечно наверное все таки брал только те которые дают замены потому что бывает что он уволился а бывает что ну за месяц человек себя не реализовал ну как бы на пять тысяч долларов подать не совсем правильно хотя еще раз повторю есть агентство то есть я уже это все проходил и посмотрел которые не дают замену выбирай правильно выбирай смотри изначально как они работают то есть они допустим ты работодатель ты говоришь я хочу найти себе маркетолога ну вот в моем случае да я хочу найти себе там человека кто соображает в продаже в продажах маркетинга все таки продавца маркетолога и заключаешь договор переводишь им деньги они дают рекламу либо там используют свою базу данных уже там наработанных кандидатов которых они раньше устраивали то есть они могут как привлекать людей которые вообще безработные ищут работу либо ну как правило как раз второе здесь да то есть они привлекают то что у них есть в базе то есть у них уже база на работа на людей и они тех кто даже работает они просто переманивают и говорят слушай у нас есть там для тебя предложение и кто-то рассыпал компания наш клиент вот ты работаешь но у тебя сейчас там зарплата четыре с половиной они тебе предлагают пять плюс бонусы там подумай как бы уже засиделся ну то есть они как бы переманивают уговаривают и дальше они собирают там допустим сто резюме отбирают там в итоге десять там лучших и отдают тебе эти уже резюме как заказчику к работодателю иногда агентство сами назначают собеседование то есть даже не привлекают работодателя то есть работодатель говорит вот значит давай этих десять человек в такой-то день приглашай я их там уже финально выберу кого-то одного вот остальные там девять на скамейке запасных если вдруг этот один не понравится да ошибусь ну можно ошибиться конечно можно ну и вот так вот работают агентства я вам сказал один одну зарплату да один месячный оклад но иногда и больше берут иногда и два месячных оклада могут брать то есть ты должен заплатить десять тысяч долларов за то что допустим ты ищи человека которому ты будешь платить пять тысяч долларов в месяц и инк 500 вам показывает что это настолько востребовано что первые места там в первой сотне есть агентство по трудоустройству и первое место занимает агентство по трудоустройству то есть вот так вот так такие такие сейчас ситуации на рынке труда в америке и конечно вот то что там закрывают иммиграцию там не дают рабочие визы не дают карты через работодателя это конечно всегда ухудшает развитие страны канадцы в этом плане молодцы они видите они говорят окей американцы закрывают границы а мы сто тысяч человек дадим вид на жительство в Канаде и для простых людей рабочих и для работников у компьютера так что вот надо учиться у канадцев они развивают таким образом страну свою в нашем же случае я буду все о своей проблеме говорить нам все равно где вы живете если вы хотите приходить к нам на работу то приходите мы вас ждем в Лондоне в Таиланде в Новой Зеландии в Гренландии в Ташкенте в Алма-Ате в Черновцах где угодно где угодно вы можете жить и работать в компании EPR на русском языке есть работа на испанском, на английском, на французском на каком языке вы говорите на том мы вам работу и дадим поэтому приходите работы много спрос колоссальный я просто не успеваю я не могу работать по 24 часа в сутки поэтому мне нужны сотрудники сейчас у нас 18 человек в команде уже работает ну вот нехватка продавцов поэтому если вы хороший продавец если у вас есть опыт работы был опыт работы или есть опыт работы в маркетинге в пиаре то вы нам нужны вчера в инстаграме выложил классную фразу Ричарда Брэнсона которого я очень уважаю и даже в книге о нем написал потому что я с ним виделся меня конечно он не знает но я его знаю вот ходил на его выступление и он сказал классную фразу что пиар намного даст больше эффекта чем любая самая дорогая платная баннерная реклама там в журналах в интернете где угодно то есть когда вот просто пост рекламный это никогда так не сработает как сработает текст статьи в каком-то медиа гениальные слова браво Ричарду Брэнсону будем это использовать как слоган компании пиар а вас приглашаем на работу приходите ватсап плюс один триста двадцать один три тысячи один 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 присылайте туда свое резюме мы отвечаем абсолютно всем и всегда и